Хотя это очень индивидуально, но мне кажется, что в своих молитвах лучше не детализировать желания, не раскладывать их по полочкам. Нужно глобально определиться в том, что для тебя важно, понять, что требуется твоей сущности, и живешь ли ты в соответствии с ожиданиями от тебя Бога, или ты живешь в соответствии с ожиданиями от тебя социума и стараешься соответствовать каким-то критериям. Наверное, это вопрос, который можно задавать себе бесконечно, но в итоге, если определиться в самом главном, какой ты и кто ты, то я бы на своем опыте рассказала, что лучше не детализировать свои просьбы к Богу, потому что я никогда не могла предположить, что моя жизнь может складываться таким чудесным образом. В моей жизни есть очень много пар, мои родители, мои бабушки, дедушки, которые всю жизнь прожили вместе, и сейчас в возрасте 85 лет живут и поддерживают друг друга, но в моей жизни как современной женщине есть очень много пар, практически все, которые прошли через развод. Мало того, даже те, кто не прошли, мне эти люди не кажутся до конца удовлетворенными своими отношениями. Но я никогда не сталкивалась в своей жизни в ситуации, в близком окружении, чтобы люди женились друг с другом, пройдя через развод опять-таки друг с другом. Потому что то, что случилось в моей жизни, то, что я выхожу в скором времени замуж за своего бывшего мужа, мне это не кажется моей заслугой, даже его заслугой или заслугой нашего ребёнка. Мне это кажется чудом. Я думаю, что чудеса, чудеса, они могут происходить только когда мы действуем в соответствии с тем предназначением, для которого мы появились на этот свет, когда мы не стараемся подражать, когда мы ищем и ощущаем свою целостность. Мне всё то, что произошло со мной, кажется просто сказкой. И вот саундтреком к нашей помолвке, конечно же, стала песня «Второе дыхание». И хотя не я её написала, но я дописала в неё очень ключевую строчку, которая могла бы стать характеристикой моей неосознанной жизни, а именно на тысячи причин, чтобы быть счастливыми у нас, почему мы для несчастья выбрали одну. Это то, как я жила, то, как живут многие люди, и то, как мы должны отказаться жить. Потому что жизнь как созерцание сделает нас гораздо более счастливыми людьми, если мы увидим, как вокруг много чудесных, невероятных, великолепных причин восхищаться, быть воодушевлённым, чувствовать восторг, радость, любовь. Все эти чудесные изменения, которых я требовала на протяжении 9 лет совместной жизни от моего мужа, почему-то с ним случились в то время, когда мы не были вместе. Очевидно, это говорит о том, что женщины своими требованиями просто разрывают пространство, терзают жизнь и не дают им воплотиться в реальность. Но если эти желания есть внутри нас, и мы не будем форсировать события, то они неизбежно произойдут. Без нашего участия, давления человек, если он действительно имеет очень хорошую, добрую основу, а я думаю, что каждый человек имеет, и здесь вопрос не о том, чтобы выбирать между добром и злом каждый день, а каждый день вопрос в том, чтобы выбирать и искать добро в добре. И если он эту основу имеет, то наша вера и спокойствие могут очень сильно изменить его. Я счастлива, что наша помолвка в этот раз была публичной. Мне очень смешно, когда люди говорят, что если выносят чувства на публику, значит чувства не настоящие. Знаете, я скрывала, как могла, 10 лет эти отношения. Никто не знал о нашей свадьбе, даже артисты Юрия Никитина, самые близкие его люди. И всё это в конечном счёте привело всё равно к разрыву, потому что первопричина скрывалась не в том, чтобы всё скрыть от всех, а скрыть от себя лично возможность радоваться. Возможность радоваться, возможность праздновать эту жизнь, возможность наслаждаться тем, что тебе посылает Бог. И то, что мы сделали это публично, это принесло такую огромную энергию радости внутри каждого из нас. Это настолько нас изменило, избавило от страхов, комплексов и зажимов, что я до сих пор считаю это чудом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!